Вы в курсе, что на развитие образования в Краснодарском крае выделяют 200 миллиардов рублей? И так каждые пять лет ни на какую другую отрасль в соцсферы краевая власть только не тратит. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей края. В рамках государственной программы Краснодарского края развития образования запланировано построить минимум 40 школ и создать 59 545 дополнительных мест, что позволит ликвидировать вторую смену в школах. В целом у Министерства образования края появляются новые возможности развивать отрасль в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Край динамично развивается. В последние годы население увеличивается ежегодно на 40-50 тысяч человек. Это целый район. Растет, соответственно, и нагрузка на соцсферу. Во многих точках края давно назрела необходимость расширения и качественного улучшения сети образовательных учреждений. И благодаря нацпроекту образования многие школы и детские сады Кубани войдут в новый учебный год обновленными. В проекте 10 направлений. Кубань принимает участие в 8 из них. К слову, в ближайшие три года в регионе на выполнение государственных и краевых программ добавят 27 миллиардов рублей. За изменения в главном финансовом документе края в первом чтении единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В работе заседания сессии ЗСК принял участие Вениамин Кондратьев. Большая часть из краевой казны будет направлена на развитие медицины и образования. Краевой бюджет называют бюджетом развития. Более 4 миллиардов пойдут на создание дополнительных мест в школах и детских садах. И почти 2,5 миллиарда рублей выделят на строительство школы-интерната в Краснодаре для одаренных детей. От изменений в градостроительном кодексе края до дополнительных мер социальной поддержки. На повестке кубанских депутатов сегодня 40 вопросов. Но, пожалуй, самый основной из них – поправки в расходную часть бюджета на три года. Краевая казна пополнится на 27 миллиардов рублей. И большая часть из них будет ориентирована на социальную сферу. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставалась регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни, отметил губернатор. Социальные пособия, льготы, мы сегодня их где-то увеличиваем, наращиваем. А ведь наша стратегическая задача сделать так, чтобы люди не нуждались ни в льготах, ни в социальных пособиях. Вот что сегодня нужно сделать. А значит, мы еще сильнее должны модернизировать нашу экономику, сильнее наращивать темпы, в том числе и промышленности, создания предприятий, количество рабочих мест, повышать уровень зарплаты. Вот что сегодня важно. А, конечно, и дальше мы должны еще больше здесь работать для того, чтобы все-таки экономика в первую очередь развивалась очень ударными темпами в нашем крае. Это все зависит от наших приоритетов. Основные средства краевого бюджета уже распределены. Под каждое направление утверждена своя сумма. Как отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, это позволит вовремя проводить ведомством конкурсные процедуры. А значит, уже в апреле депутаты смогут подвести итоги реализации государственных программ. Для экономики Кубани, для отраслей, министерства, департаменты, для них все понятно, какие суммы, есть возможность проведить конкурсные процедуры. Никаких препятственных действий, так сказать, нет. Все условия созданы на сегодняшний день. Финансирование увеличивает и по ряду масштабных проектов образования. В регионе возведут сразу две школы для одаренных детей в Краснодаре и в Сочи. Туда будут принимать талантливых учеников со всего края. Новое здание построят для казачьего кадетского корпуса имени Бабыча. На это выделили чуть больше полутора миллиардов рублей. Сейчас учебное заведение рендует бывший детский сад. Казачатам требуется новое, современное и комфортное помещение. Всего же в этом году на строительство и реконструкцию школ, а также детских садов из краевой казны направят 8 миллиардов рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м. В Сочи, под Сириусом будет, в Краснодаре, под Кубанским университетом, это школа умников и умниц. Кадетский корпус имени Бабича, современнейший корпус, такие же там мальчишки будут. Если мы хотим, чтобы они были успешными, и мы были успешными, и край был успешным, должны научиться не просто отвечать на вопросы программы школьной, они должны научиться мыслить, мыслить и принимать решения в условиях неопределенности. Вот это должна быть способность, которая должна формироваться как раз в 7, 8, 10, 15 лет. Поправки, которые сегодня внесли депутаты, позволяют назвать главный финансовый документ края бюджетом развития. И важно, чтобы средства пошли на улучшение качества жизни кубанцев. И в первую очередь эти изменения на себе должны почувствовать именно жители края. Вениамин Кондратьев лично контролирует выполнение поставленных задач на карандашу губернатора, в том числе строительство школы для одаренных детей в Сочи, создание районных центров единоборств и военно-патриотического парка «Патриот». На трех встречах, которые проходили в режиме нон-стоп, говорили о строительстве школ для одаренных детей в Сочи и Краснодаре, создании районных центров единоборств и военно-патриотического парка «Патриот». Глава региона потребовал не выбиваться из графиков работ. Например, реализация школы для одаренных детей в Сочи уже идет с опережением. По каждому проекту подготовлены дорожные карты. Люди всех призывают здесь быть максимально собранными, сконцентрированными вокруг достижения задачи региональных проектов, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Мы объявили мощных, социально значимых проектов для жителей края. Мы должны их реализовать. Не просто заявить, а открыть. Поэтому нюансы связаны с тем, что опять где-то что-то, кто-то кому-то мешает, либо эти моменты, эти нюансы должны быть в рабочем порядке устраняться. А на части контроля кубанским чиновникам объясняют, почему неосвоенные бюджетные деньги – это практически преступления перед жителями. На очередном совещании, которое провел губернатор, говорили об объектах, по которым сорваны сроки строительства. Больше всего вопросов к горячему ключу, Абширонскому и Кущевскому районам. Но речь сегодня зашла не только о строительстве спортивных, но и социальных объектов. Начальник контрольного управления следит за исполнением каждого поручения губернатора. Сегодня напомнил о школе, которую должны построить в одном из пригородов Краснодара. Тем более, что для этого есть земельный участок. Людям в поселке Знаменском обещали, что у них что-то будет. Эти два гектара, как, я не знаю, бесценная земля. И то мы не можем эту бесценную землю использовать интересам жителей поселка. То, что нужно, школа номер один. Значит, давайте школу строить, брать и строить. Но запроектировать точно должны были уже. Согласен полностью, В.И.В. Поэтому для того, что пока разбирались, что же делать, мы проект не потеряли. Мы его перенесли, этот проект в Новознаменске, через дорогу. И школа начинает уже строиться в этом году в Новознаменске. Давайте, на следующий час контроля тоже. Анна Весеновна, а здесь вы под свой контроль берите. Максим Ач, все пометки сделали? Да, да. Все. То есть вы должны докладывать о том, что проект на экспозиции как минимум. Если сейчас не вступим в этом году, ни в какое экспозицию, то, поверьте, это только в следующем году. Это просто уже два года обещаний. Чтобы подготовить ответы на вопросы, озвученные сегодня губернатором на совещании, у чиновников не так много времени. Час контроля проходит каждый месяц. С вопросом строительства школ жители края обращаются к главе региона и на личных приемах граждан. Школа в Краснодаре по улице Марины Цветаевой должна открыть свои двери уже осенью этого года. Местные жители за строительство наблюдают буквально из окон своих квартир. Будущее учебное заведение станет единственным для нового микрорайона. Там свои места за партой смогут занять около тысячи детей. Но осенью прошлого года жители забили тревогу. По их словам, работы на объекте приостановились. Люди взволнованы, ведь новый жилой массив как никогда нуждается в школе. Там где-то около 500 семей. И в каждой квартире живет ребенок. Или два, или три, может быть, и больше. То есть, ну, детей 500-600, наверное, там точно есть только в наших трех домах. От лица беспокойных жителей микрорайона Ирина Белоножко обратилась за помощью губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что строительство школ сегодня первостепенная задача для края. Важно, чтобы все социальные объекты были построены качественно и в срок. Ситуация по учебному учреждению главе региона по видеосвязи доложил мэр Краснодара Евгений Первышев. Оказалось, что работы на объекте все еще продолжаются, но строительным пришлось снизить темп. Подрядчик решил внести корректировки в проектную документацию. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, почему когда-то принятый проект со временем начал пересматриваться. Вот эти подрядчики, которые сегодня устроят школы, детские сады, любые социальные объекты, они должны понимать, что на этих объектах зарабатывать нельзя. Да, должна быть прибыль, но сверхприбыли быть не может. Для них это не коммерческие объекты, я еще подчеркиваю, социальные объекты, которые нужны в целом городу и горожанам. Поэтому, если они хотят какую-то маржу накрутить, чтобы рентабельность у них была в рамках рынка, ну, не должно так быть и не будет, еще раз подчеркиваю. И мы должны первые здесь постоять за стол на этом. Знаете, обычно, как говорится, и в народе, и в бизнесе договариваются на берегу. Раньше у бизнесменов было понятие слова, оно было дороже договора. А сегодня и договор подписал, и подряд вошел, и все на свете. А теперь все пересчитывает. Объект, исходя из той сметы, которая прошла экспертизу, он финансами обеспечен. А как считает подрядчик, который зашел в него, вот как он согласился, так пусть и достраивает. Как реализовать нацпроекты развития образования обсуждают и на различных коллегиях. Очередную провела вице-губернатор Анна Менькова. Перед краем стоит амбициозная задача создать школы будущего, да снастить существующие кабинеты технологии, развивать волонтерское движение. Национальный проект развития образования – это стратегия государства по переоснащению школ и созданию среды для научной и общественной работы учеников. В проекте 10 направлений. Кубань принимает участие в 8 из них. Первый и самый крупный называется «Современная школа». Он предполагает дооснащение и переоборудование учебных классов на новый лад. 4,5 миллиарда рублей федеральных, краевых и муниципальных средств заложено на эти цели до 2024 года. Вы, в общем-то, и без меня знаете, насколько уникальна специфика образовательной среды нашего региона. В первую очередь это заключается в территориальных особенностях Краснодарского края. И, в общем-то, мы являемся третьим субъектом после Санкт-Петербурга и Москвы по количеству учащихся. И, конечно, мы относимся к регионам с преобладанием сельских школ. Нацпроект в первую очередь направлен на выравнивание образования города и села. Мы должны с вами получить современную школу и в столице, и в станице, которая действительно будет растить и выпускать первоклассных профессионалов, которые останутся на нашем рынке труда. Вот это важнейшее направление, которое сегодня стоит перед школой. Уже в 2019 году создадут больше 150 центров образования цифрового и гуманитарных профилей, отметила Елена Воробьева. Они помогут школьникам определиться с будущей профессией и приобрести необходимые навыки. Впервые в этом году мы с вами начнем воплощать эту концепцию в новом формате, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученические места. К концу 2024 года 70% наших школ именно в сельской местности и малых городах обновят материальную базу. И коснется проект 56 тысяч наших школьников. Крупно повезет 570 школам. Во многих еще и расписание поменяют. Образовательные учреждения по нацпроекту должны перейти на одну смену. В Краснодаре, к примеру, вопрос решает строительством новых школ. Начато строительство школы в поселке Молодежном микрорайоне большой на 1100 мест. У нас начато на улице изобильное строительство школы 1000 мест. И сейчас уже выходит из экспертизы привязки школа на гидрострой на 1100 мест. В целом по краю будут возведены школы еще и в Денском, Новокубанском районах и Армавире. Другое направление национального проекта – это популяризация движения WorldSkills. Студенты колледжей и техникумов будут получать азы профессии в специальных классах. Планируется оснастить современным оборудованием 20 мастерских. Кубанские ученики давно и результативно участвуют в соревнованиях профессионалов. И это дает свои плоды. Трудоустройство выпускников мы сопровождаем в течение трех лет. Мониторинг показал, что за последние три года трудоустройство выпускников выросло на 8%. Все призеры и участники движения WorldSkills после окончания колледжа устроились по специальностям. Хорошие показатели демонстрируют и юные техники. За будущее работостроение на Кубани точно не стоит волноваться. Только за прошлый год больше тысячи детей записались в кружки электроники. Через пять лет для них возведут четыре стационарных и десять передвижных технопарков, построят еще один центр дополнительного образования. По задумке нацпроекта дети не должны заниматься только в школе, а все остальное время тратить впустую. Секции, дополнительные уроки, факультативы, а еще активная социальная жизнь. К 2024-му планируется привлечь еще 20% учеников в волонтерское движение. У молодежи сегодня, которая занимается добровольческой деятельностью, безусловно, есть и свой интерес для того, чтобы получить площадку для саморазвития, получить какие-то коммуникационные бонусы. Ребятам волонтерская деятельность помогает при поступлении. Кроме того, в национальной стратегии обозначен профессиональный рост педагогов, развитие цифровых технологий, психологическая поддержка семей. Комплексный подход к развитию образования позволит воспитать мастеров своего дела, что в итоге скажется на экономике региона, подытожило совещание Анна Менькова. В национальном проекте участвуют все регионы страны. По стратегии Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира. По качеству образования вузы не должны уступать именитым европейским альмаматор. Задачи, которые предстоит решить региональной власти в 2019-м, обсудили еще в начале года на первой в этом году краевой планерке. На ней губернатор обозначил основные направления работы. Это рост инвестиций во все отрасли, увеличение доходов бюджета региона и, как следствие, строительство социальных объектов. Средства на реализацию поставленных задач нужны немалые, но это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Тем более, что многие приоритетные для региона проекта в той или иной степени взаимосвязаны. Например, развитие системы образования означает и поддержку демографии. Только в этом году на Кубани планируют построить 10 школ в 9 районах. Инвестиции в человеческий капитал в принципе должны стать основной статьей господдержки, считает губернатор. Поэтому в крае уже скоро появятся школы, хотя правильнее будет сказать центры по обучению одаренных детей. В Краснодаре мы однозначно, еще раз подчеркиваю, начнем школу для одаренных детей тоже строить. С интернатом школа на 1100 будет мест, а 600 мест интерната, где после 4 класса на конкурсной основе со всего края будут приниматься детки. Одаренная, талантливая, современнейшая школа на 12 гектарах, недалеко от Кубанского госуниверситета, место, которое должно было быть застроено. Не сомневаюсь, что в 2021 году мы эту школу откроем. А в 2020 году мы откроем школу в Сочи, вот тоже для одаренных детей. Двух школ с таким уклоном достаточно будет для того, чтобы мы уже максимально уверенно смотрели с точки зрения научного потенциала, интеллекта в завершний день. Еще один грандиозный по размахам проект – военно-технический парк «Патриот». Он появится в станице Старомышастовской Денского района. На территории в 145 гектаров расположится 15 площадок. От взлетно-посадочной полосцы до центра для водолазной подготовки. В первую очередь комплекс рассчитан на молодежь. 4 февраля итоговый искусственный проект, согласованный со всеми вице-губернаторами, будет представлен вам на утверждение. После того, как вы утвердите, с 10 февраля мы передадим его для начала проектирования. Время, значит, срок проектирования 5-6 месяцев. Опыт Краснодарский край перенимает и у коллег из других регионов. В рамках очередной рабочей поездки в Москву Вениамин Кондратьев вместе с главой Сбербанка Германом Грефом и руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой посетил в столице частную школу для одаренных детей. Гостям показали, как устроена система обучения. Она отличается от классической. Подход к каждому школьнику индивидуальный. Например, ученики могут самостоятельно выбрать факультативы, которые хотят посещать, и даже лично составить расписание уроков. Сделано это для того, чтобы дети привыкли брать ответственность за принятые ими решения. Вы знаете, каждый, не то что метр, дециметр в этой школе, кого вы хотите получить на выпуске? Это нарушение просто. Вот это детей, которые могут принимать решения в условиях неопределенности. Вот это самое главное. Мы должны научить и приадаптировать этого самого ребенка для того, чтобы он мог существовать и принимать эффективные решения в условиях высокой неопределенности. Лучшие практики, как отметил Вениамин Кондратьев, будут перенимать и в Краснодаре. Там построят образовательное учреждение для талантливой молодежи, где в том числе учтут систему зонирования, созданную столичными коллегами. До этого сегодня на экскурсии присутствовали и проектировщики Краснодарской школы. Но в отличие от частного заведения в Москве, на Кубани ребята учиться будут бесплатно. А бывает и наоборот, что гости из Москвы приезжают в краевую столицу. С рабочей поездкой в Краснодар посетил Дмитрий Медведев. Первая точка объезда в большой программе председателя правительства стала школа номер 66 в микрорайоне Губернске. Вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым они осмотрели новое образовательное учреждение, побывали в классах и пообщались с учениками. Школа оснащена по последнему слову техники, мультимедийные проекты, компьютерные кабинеты и интерактивные доски. Вениамин Кондратьев отметил, что школа в Губернском – одна из десяти, которая была построена в прошлом году. Дмитрий Медведев, а помните, сколько школ у вас было построено за последние годы? И как строительство сейчас осуществляется? Благодаря программе, как я смогла признать, за три года в крае построено 26. А до этого сколько? А за 25 лет всего один. Преимущество нашей сегодняшней школы, где мы сейчас с вами находимся, она построена раньше, чем в великой микрорайоне начали сдаваться в эксплуатацию. Потому что это сегодня принципиально важно, чтобы школа не догоняла жизнь, а изначально шла передней. Также губернатор края отметил, что при проектировании новых микрорайонов упор делается именно на создание социальной инфраструктуры. Еще в этом году начнется строительство школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре и школы на 1100 мест в Амеретинской долине в Сочи. Как будут выглядеть школы для одаренных детей в Краснодаре и в Сочи, Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем подрядной организации. Губернатору показали презентацию образовательного учреждения в Кубанской столице. Новый учебный центр расположится на 12 гектарах. Помимо главного корпуса в проекте предусмотрено создание спортивного ядра и интерната на 600 мест, где смогут проживать дети со всего края. В школе будут действовать современные лаборатории для естественных наук, а также бассейн. Попасть в этот учебный комплекс смогут ребята после 4 класса, которые сдадут специальные экзамены. Всего школа для одаренных детей в Краснодаре рассчитана на 1100 мест. К строительству приступят уже в следующем году. У нас нет возможности сегодня экспериментировать с подрядчиками. Нам нужны те подрядчики, которые имеют опыт строительства подобных школ. Высокопрофессиональные подрядчики. Чтобы на самом деле, как я уже сказал, не только по начинке, которую мы создадим, но и по внешним всем параметрам, это были образцовые образовательные учреждения. Я уверен, что у нас получится. Мы готовы максимально вам помочь в реализации нашего совместного проекта. Но то, что такие школы должны появиться и в Сочи, и в Краснодаре, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Дети – это будущее. Я уверен, что школа в Краснодаре и в Сочи – это будет такая станция, селекционная станция талантов. И уверен, что из этих талантов и будет создаваться успех. И экономический успех, и в целом развитие Краснодарского края, а может быть и всей страны. Знаете, Кубань становится некой столицей образования и законодательницей МОД. Потому что вот аналогов таких школ, а-ля среднего образования, я не беру высшее, да, высшее, понятно, остается все-таки там Москвой, Санкт-Петербургом, но столицей среднего образования, вот именно селекционного отбора, по крупицам, по зернышкам, да, вот будут собираться эти умники и умницы, но такого реально сегодня нет. И навряд ли кто-то уже из других регионов сможет догнать. Образовательный центр для одаренных детей появится и в Сочи. Его строительство планируют закончить уже в сентябре следующего года. Чтобы вы нам дали добро и благословили. Муниципалитеты регулярно отчитываются о выполнении поручений губернатора, которые Вениамин Кондратьев дает в ходе личных приемов граждан. За выполнением этих и других задач следят специалисты Краевого управления контроля. На приемы граждан главе региона зачастую приезжают жители отдаленных поселков из станицы. На сущных проблемах Вениамину Кондратьеву кубанцы рассказывают напрямую. Так, жительница Кавказского района Регина Мишина в июне обратилась к губернатору от лица обеспокоенных мамочек. Станица Дмитриевская. Это единственный населенный пункт в муниципалитете, где осталась очередь в детский сад. Женщина просто боится, что для ее ребенка не найдется места. На встрече с главой региона выяснилось, к детскому саду уже возводят пристройку на 60 мест. Средства на его строительство, а это более 30 миллионов рублей, были выделены из краевого и местного бюджетов. Пристройка вместила две группы, одна из которых ясельная. Кроме того, оборудован новый пищеблок, музыкально-спортивный зал и медицинский кабинет. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в станице Дмитриевской есть места для новых воспитанников. Проверять выполнение поручений губернатор порой выезжает на места, как пример, Северский район. Губернатор также посетил 43-ю школу в станице Северской. В прошлом году здесь открылся новый учебный корпус. Современное здание расположилось по соседству со старым блоком. Оно вместительное и рассчитано на 400 мест. Корпус даже можно назвать полноценным образовательным центром. Постройка позволила избавиться от второй смены. В здании также есть спортзал, кружки по шахматам, музыке. А в соседних кабинетах детей обучают робототехнике и кинопроизводству. Мы все стараемся, чтобы образовательный процесс, который мы в нашем крае создаем, он был на самом деле на высоком уровне. А для этого в первую очередь нужна возможность. Нужны школы. И не только, я уже сказал, детям по форме они красивые. Они должны по содержанию отвечать сегодняшним требованиям образовательного процесса. Конечно, про мировые стандарты говорить не приходится, но хотя бы к ним приближаться. В просторных кабинетах и удобные парты, интерактивные доски, главную оценку новой пристройки поставили, конечно же, дети. Впечатлениями ученики станичной школы делятся с губернатором. Раньше в какой школе учились? В 43-й. А сейчас? В 43-й. Я имею в виду в здании-то в каком? В маленьком. А сейчас в каком? В большом. Ну и в каком лучше? В большом. Знаете, главное, ребят, чтобы у вас была возможность учиться в хорошем, комфортном и корпусе, и не только чтобы внешне он был красивый, но еще и все необходимые условия для того, чтобы качественно изучали предметы, тоже должны были в школе быть. А вообще в Краснодарском крае планируют создать единую торговую сеть для продажи школьной формы. В магазинах будет представлена одежда только местных производителей. Меры поддержки предприятий легкой промышленности региона обсудили на совещании, которое провел глава Кубани. Перед этим губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетили выставку «Дни школы». Школьные моды, где свои образцы представили 15 предприятий из разных районов края. Серая и синяя в клеточку с яркими деталями или традиционная от многообразия школьной формы буквально глаза разбегаются. Несмотря на то, что строгая форма в образовательных учреждениях обязательное правило, Екатерине Самохиной как подростку важно выглядеть стильно и модно в школе и за ее пределами. Мне нравится рубашка, тут бантик, очень красивый, пиджак, его можно поменять на жилетку, на что угодно, штаны, подходит под все образы. А вот производители уделяют внимание не только отражению в зеркале. На первом месте качество. Сегодня 15 предприятий легкой промышленности из разных районов края представили свои образцы школьной формы. Выставку посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Глава региона уверен, школьная форма высокого качества должна быть демократичной по цене для учащихся как городских, так и сельских учебных заведений. У нас в станицах и в сельских школах выбирают одежду попроще. Когда мы говорим о высоком качестве одежды, она предполагает совсем другую цену. Синтетика, например, которую мы здесь видим, вот представлена, она стоит не так дорого, как шерсть, которую мы видели до этого. И она более ноская, поэтому абсолютное большинство сельских родителей, к сожалению, выбирает такой, к частью для производителя, к сожалению, для ребенка. Потому что так или иначе, но есть вопросы по тому, как ощущает себя. Давайте посмотрим, может, пусть и по нашему алгоритму субсидирования, то есть определенную часть школа собирает, определенную часть мы можем и доплачивать. Почитать, сколько это будет обходиться. Но наши детки должны ходить, на самом деле, не в синтетической одежде, а в натуральной. И если родители волнуют вопросы качества и цены, то детям пока намного важнее, как внешне выглядит костюм. Ведь все же в школу дети идут за знаниями, а не на дефиле. В школе должны дети быть в одну форму одеты. У них тогда нет расслоения, они не чувствуют этого. И командный стиль создается, когда все одинаково одеты. Они другим выделяются. Я уже сказал, они выделяются умом, сообразительностью и умственно, и физической, но не пестротой одежды. Вообще, кубанские фирмы, которые занимаются по шивам формы, стараются объединить в себе два аспекта – функциональную моду и комфорт. И если с первым справиться легко, то со вторым есть сложности. Очень важно, чтобы мы, все производители края, не позорили наш край и производили одежду из качественных тканей. Поэтому я за ужесточение проверок, за внезапность проверок. Потому что очень много производителей, которые лицензируют одну одежду, а продают другую. Производить одежду из российской ткани дорого – тысяча рублей за один метр. Именно поэтому материал приходится закупать в Турции, Китае или Индии, где стоимость гораздо ниже. Зарубежная ткань, конечно, отличается выгодной ценой, но часто в ущерб качеству. Это не только подрывает конкуренцию на внутреннем рынке, но и несет явную угрозу здоровью детей. Вопрос недобросовестной конкуренции. Да, недобросовестная. Слишком много присутствует у нас на рынке товаров, которые, в общем-то, произведены. И неизвестно где, они присутствуют в основном. И непонятно кем. И непонятно кем. И присутствуют на рынках, присутствуют и в торговых центрах. Рынок, он и есть рынок, что должна быть конкуренция. Но она должна быть добросовестной. И здесь подход, которым сегодня грешат наши торговые сети, что неважно чья, неважно откуда, лишь бы хоть какой-то был документ и вперед, он нас не устраивает. Лучшие модели кубанских предприятий представили сами школьники на показе МОД. Такая выставка-презентация проводится в крае регулярно, как в крупных городах, так и в маленьких поселениях. И это, как никогда, актуально в преддверии летних каникул, когда у родителей и директоров школы есть время подобрать подходящие варианты для учебных заведений. Форма должна быть и красивой, и комфортной, качественной, безусловно, и доступной. Нам важно, чтобы те производители школьной формы, которые сегодня демонстрировали ее и качественную, и красивую, на самом деле могли реализовывать родителям наших мальчишек и девчонок, наших школьников. И я благодарен Виктору Константиновичу Бударину, руководителю отделения российских промышленников и предпринимателей, за то, что он включился активно сегодня в эту проблему. Она уже становится проблемой. И мне принципиально важно, чтобы та школьная форма, которую мы сегодня видели, в рамках показа моды с этого подиума шагнула в школьные коридоры. Меры поддержки предприятий легкой промышленности региона обсудили позже на совещании. Швейным фабрикам до сих пор трудно конкурировать с продавцами некачественных изделий, сделанных полностью из синтетики, что больше напоминает стеклянную ткань. Вениамин Кондратьев обращается к представителям предприятий. Сегодня нужно выстроить четкую систему на рынке, которая не позволит затмить контрафакту местных производителей. Школьная одежда – это специфический товар. Вот он и социально ориентированный. Здесь нельзя на нем зарабатывать. У бизнеса производителей должна быть прибыль, безусловно. Для них тоже специальные условия для специфического товара. Если мы хотим сохранить производство школьной формы, у нас прай. И развить его самое главное. Поэтому в рамках рынка его просто продавать – это невозможно. С точки зрения экономики невозможно, хоть примерно посчитать – невозможно. А значит, это сумасшедшие риски, они на них не пойдут. Вот тут надо искать способ, каким образом сделать и форму доступную, еще раз подчеркну. И вам уверенность в том, что то, что вы сегодня производите, принесет вам прибыль, а не убытки. А все остальные, которые там в тени, они просто не смогут втиснуться в рынок, поверьте, в наш рынок. Я об этом сейчас говорю. Мне надо их отсечь от рынка. И тогда контрафакт нет смысла будет вести, потому что его никак не впихнешь и не впаришь. Вот в чем вопрос. Потому что мы систему создадим. Систему, которая невозможно будет влезть со школьной одеждой в наши школы. Мы же своих деток одеваем. Мы сами заинтересованы. Нас тут все знают по краю. То есть, если мы выпустим плохую продукцию, как мы потом людям в лицо-то будем смотреть? На совещании также обсудили возможность создания единой торговой сети для продажи школьной формы. Продукцию можно будет выставлять в крупных торговых центрах, а также в отдельных магазинах, которые специализируются на продаже формы. Такие павильоны будут работать круглогодично, а не только перед началом учебного года. Предприниматели инициативу поддержали, ведь такая система сбыта позволит обеспечить предприятие работой на круглый год. На встрече с представителями швейных фабрик Вениамин Кондратьев затронул тему производства формы для казачьих классов. Глава региона поручила проработать вопрос о получении патента на пошив формы, которую нужно шить именно на Кубани. У нас 85 тысяч сегодня учеников казачьих классов. 85 тысяч! Кто шьет форму для них? Где они ее покупают? Коллеги, вообще форма казачья, она, естественно, установленного образца. Она по определению должна быть пошита на Кубани. По определению. Она казачья форма. Мы, Николай Александрович, давайте запатентуем эту форму установленного образца, как положено, и патент будет у кубанского казачьего войска. И вы, как обладатель патента, имеете право поручить или доверить тому или тому предприятию шить казачью форму. Получение патента позволит предъявлять фабрикам особые требования к качеству ткани, а также к форме одежды, вплоть до мелких деталей, чтобы казачья форма строго соответствовала федеральным и краевым стандартам. Кубанская молодежь периодически доказывает, силы и средства, потраченные взрослыми, не напрасны. Школьники и студенты Краснодарского края – постоянные участники и победители различных конкурсов и олимпиад. А в этом году они принесли региону 78 золотых медалей и 9 отличительных знаков за профессионализм. В Краснодаре наградили победителей и призеров 4-го регионального чемпионата WorldSkills. В этом году за звание лучшего боролись почти 500 человек. Это рекорд для краевого первенства. 73 компетенции развернулись на площадках колледжей и техникумов 20 городов Кубани. Мастерство демонстрировали в трех возрастных категориях. Впервые наравне с молодежью лучших выбирали среди состоявшихся специалистов. Навыки мудрых проявили те, кому уже исполнилось 50. Победителей сегодня поздравила заместитель губернатора края Анна Менькова. Она также вручила благодарственные письма участникам национального этапа, который прошел в прошлом году в Южно-Сахаринске. И отметила их достойные выступления и высокий профессионализм. В 2017 году Краснодарский край принимал национальный чемпионат. Мы получили высочайшую оценку на российском уровне. За эти четыре года у нас втрое выросло количество участников. Это наше большое достижение, как и то, что сегодня происходит в системе среднего профессионального образования, когда мы имеем достаточно серьезный конкурс. Наша страна нуждается в рабочих кадрах. И я хочу поблагодарить организаторов чемпионата за то, что мы в этом году привлекли в эксперты не только педагогов, наставников, но и людей с конкретных предприятий. Эта связка, колледж, предприятие должна быть самой главной сегодня. Я очень рада, что я смогла поучаствовать. И я хочу дойти до финала. Это просто невероятно восхитительный для меня опыт. И мне действительно нравится моя профессия. Впереди у победителей регионального этапа еще больше работы. Сейчас они будут готовиться к общероссийским отборочным испытаниям. Чтобы уже в августе этого года отстаивать честь России на мировом первенстве WorldSkills. Оно пройдет в Казани. А вот духовному развитию церковным предметам в крае детей сегодня обучает единственное образовательное учреждение в Краснодаре и одно из крупнейших на Кубани – русская православная школа при храме Рождества Христова. Ее посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. В условиях православного воспитания ученики обучаются с 1 по 11 класс. Учебный день в православной школе начинается с колокольного звона. Сначала дети отправляются на молебен, а уже потом – за парты. На первый взгляд уроки здесь ничем не отличаются от занятий в обычной среднеобразовательной школе. Помимо привычных математики и историй биологии, закон Божий, церковно-славянский язык и основы православной веры. София Александрова учится в первом классе. Говорит, что в школу ходят с удовольствием. Мне в этой школе очень нравится учиться, потому что я тут встретила многих своих друзей. Тут мало человек, не то, что еще в других школах. Русская православная школа в Краснодаре существует уже более 20 лет. Сегодня в ней обучается около 150 человек. Образовательное учреждение приехал осмотреть глава региона. Вениамин Кондратьев вместе с попечителем школы, протеереем Александром Игнатовым зашли в учебные классы, пообщались с учениками и педагогами. Губернатор сразу отмечает атмосферу, которая сложилась в стенах учебного заведения. Воспитательная работа здесь направлена так, что каждому ребенку предусмотрен индивидуальный подход. Мы со всеми детьми на равном. Ходим все и газдаем, и всегда контролируем. Здесь подход к гармоничному воспитанию молодого поколения. С точки зрения многих факторов, которые влияют на его успешность, а самое главное на его нравственность, на его духовность. Потому что без духовного нравственного стержня сложно получить гармоничное общество. И вот это, я бы сказал, что вот что я здесь вижу у батюшки, это такой новый кардинальный подход к воспитанию, формированию личности. В школе запрещено пользоваться сотовыми телефонами, но такое ограничение вовсе не пугает учеников. Больше времени появляется на общении с одноклассниками, да и на территории храма есть чем заняться. После уроков воспитанники расходятся по кружкам. Одно из важных направлений в православной школе – военно-патриотическое. Детей научат и верховой езде, и стрельбе из лука. Что осваиваете в данный момент? Стрельбу из луков, винтовок. Что можете продемонстрировать? Стрельбу из лука. Пожалуйста. Не торопитесь. Матвей стреляет, это первое его занятие сегодня, ознакомительное. Православные традиции школьники познают не только на уроках. В этнографическом казачьем хуторе для детей открыта целая экспозиция. С фотографиями и историческими справками. И если первая часть выставки посвящена в целом христианству, то во второй части проекта можно увидеть редкие фотографии разрушенных храмов Екатеринодара и узнать о новомучениках и исповедниках Кубани. Мы сегодня находимся, я бы сказал, в полноценном образовательном комплексе абсолютно духовного нашего православного христианского воспитания. И это сегодня важно и необходимо. Вот таким образом не просто привели детей в храм, не просто рассказали им, и успел, не успел, все, следующая тема. Вот здесь глубокий, глубинный, я бы сказал, подход к осмыслению корней. Многие родители признают, отдавая ребенка в школу при храме, вместе с знаниями он получает и правильное воспитание. Больше 90% четвероклассников кубанских школ, а это около 65 тысяч детей, в минувшем учебном году выбрали курс «Основы православной культуры». А вот лично поздравить с окончанием учебного года кубанскую молодежь Вениамину Кондратьеву не удалось. В этот день он был с рабочим визитом в Москве, поэтому обратился к ним из столицы. Школьникам руководитель края пожелал успешной сдачи экзамена в достижение новых высот, ведь именно за ними сегодня будущее края. Последний звонок – это завершение определенного этапа в вашей жизни, но в то же время и звонок, который вас приглашает в новую, интересную жизнь. И главное, чтобы вы в этой жизни не растерялись, главное, чтобы вы на самом деле не подвели себя, своих родителей, своих близких. И сегодня, конечно, вы – будущее нашей экономики, вы – будущее нашей медицины, образования, вы – будущее нашей жизни, нашего огромного края. Вы должны верить в то, что вы нужны сегодня. Вы нужны Кубани, вы нужны Краснодарскому краю. Ваш талант, ваша активность, ваша неугомонность, ваш очень пытливый, проникновенный ум. Теплые слова губернатор адресовал и учителям. Вениамин Кондратьев поблагодарил педагогический состав за преданность своей профессии. Я хочу также сказать слова огромной благодарности нашим учителям, всему педагогическому составу нашего края. За то, что вы 11 лет вкладывали, верили в своих выпускников, учили их и пытались научить самому главному – получать хорошие оценки в жизни. Я уверен, они вас не подведут. Последний звонок – это важный день в биографии каждого ученика. Трепетный он и для выпускников 91-й Краснодарской специальной коррекционной школы. Там обучаются дети с особенностями развития. Они учатся на год дольше. Поздравить с праздником 12-ти классников приехала заместитель губернатора Анна Менькова. Интересные уроки, сложные контрольные, беседы с друзьями на переменах и классные часы. Веронике Монтниковой уже позади. 12 лет пролетели, как один день, говорит выпускница. Сейчас все мысли о предстоящих экзаменах, которые стартуют уже на следующей неделе. Вероника хочет сдать ЕГЭ на хороший бал, чтобы поступить на факультет лечебной физкультуры. В дальнейшем хочу работать с детками, которые учатся в нашей школе. Как-никак, у меня опыт был в этом. С детками оздоравливать их, заниматься лечебной физкультурой. Но кроме госэкзамена, Вероника готовится еще к одному важному испытанию. 28 июня она вместе с другими отличниками и медалистами будет танцевать под открытым небом на главном выпускном Кубани. На губернаторский бал девушка пойдет не одна. Сопровождать ее будет девятиклассник. Разучивая танго и твист, Фадди Бенхамауда мечтает о будущем. На репетициях мы проходим все танцы. К губернаторскому балу мы готовим пять танцев. Все они сложные. Пока что я не знаю, в какой колледж я пойду, но я собираюсь в архитектурный факультет. Я с детства мечтал стать архитектором. Я не знаю, мне это запало в душу. Последний звонок прозвенел для 14 старшеклассников. Со знаменательным днем выпускников поздравила Анна Менькова. Куратор СУЗБЛОКа отметила, что здесь учатся активные и инициативные дети. Участники различных творческих и спортивных конкурсов, которые не боятся трудностей. И подтверждение тому выпускники 2019. Многие из них приняли решение сдавать экзамены на общих основаниях. Я хочу вас всех поздравить с этим замечательным событием. В вашем лице поздравить 84 тысячи выпускников Кубани. Смелое решение приняли у нас ряд выпускников сдавать ЕГЭ на общих основаниях. Это действительно очень достойный смелый поступок. Я думаю, что вы будете первопроходцами. И дальше, в общем-то, все пойдут по этому пути, потому что, конечно, это дает больше возможностей при поступлении. Я желаю выпускникам не бояться. Страх, он всегда есть. Это неизбежно. Конечно, вы выходите из школы, которая была вашим старым домом на протяжении 12 лет. 10 или 12 лет. Конечно, страшно. И страшно не только вам. Но все зависит от того, как скоро вы сможете преодолеть этот страх. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось. Сейчас в специальной коррекционной школе обучается 132 ребенка с различными нарушениями зрения. Для детей созданы все условия для получения полноценных знаний. В кабинетах есть необходимое оборудование, а педагоги умеют найти подход к каждому ученику. На сегодняшний день подобных школ на Кубани более 50. В них обучается 8,5 тысяч детей. А вот до 1 сентября все кубанские школы должны быть укомплектованы психологами. Такое поручение дала заместитель губернатора Анна Менькова. Куратор соцблока обсудила с руководителями профильных ведомств и заместителями глав района в случае суицида среди детей. Именно специалист узкого профиля поможет заметить тревожные настроения, которые могут привести к мыслям о самоубийстве. Школьный психолог не должен работать для галочки, подчеркнула Анна Менькова. Дети в школе находятся каждый день. Дети растут каждый день. У них происходят проблемы каждый день. Психолог в школе должен быть каждый день. Мы не решим свои проблемы, если к нам будет психолог раз в месяц приезжать и тестировать наших детей. Психолог – это огромный вклад сегодня в психологическое здоровье наших школьников. Это помощник. Это человек, который должен чувствовать атмосферу. Он должен постоянно общаться с классным руководителем. Кроме того, для тех детей, которым сложно рассказать о своих проблемах глаза в глаза, специально открыли горячую линию. Этот номер телефона должен висеть на самом видном месте – в школах, домах культуры и детских секциях, отметила Анна Менькова. Сейчас его легко можно найти на сайтах образовательных учреждений. По телефону профессиональные психологи дадут советы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Добавлю, что с помощью нацпроекта образования к 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Около 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет получат дополнительное образование. Все школы подключат к высокоскоростному интернету к концу 2024 года. А третья смена будет ликвидирована во всех школах до конца 2021 года. Будьте в курсе того, чем живет наш край. С вами была Инга Габеша. Всего вам самого доброго.